150 лет на службе науки и просвещения. Старейшее учреждение культуры республики, национальная библиотека в этом году отмечает свой юбилей. Марафон праздничных событий стартовал сегодня. Когда в Чебоксарах еще не было ни театра, ни музея. 150 лет назад библиотека стала точкой притяжения Центром культурной жизни уездного города. Полтора века здесь хранят уникальный архив документов, книги. Современные технологии позволяют почти без потерь сберечь раритеты для потомков. Вот этот путь, который пройден за 150 лет, когда очень маленькая библиотека, которая была создана по инициативе людей, неравнодушных, людей, которые состоялись и которые взяли миссию на себя продвижения в деле просвещения. Этот путь за 150 лет, конечно же, очень сильно изменился. И мы с вами сегодня на самом деле гордимся, что национальная библиотека это вот такая многофункциональная площадка, где можно получить разнообразную информацию, обеспечить совершенно различные коммуникации, ну и, конечно же, просто встретиться, пообщаться, как это всегда нам было привычно и, самое главное, удобно и комфортно. Надежда Егорова пришла в библиотеку совсем юной, в зал выдачи. Сегодня ее 30-летний труд отмечен почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания. Время меняется, библиотека тоже меняется, не стоит на месте. Сейчас мы не только печатную литературу выдаем, мы работаем с электронными документами, мы обогащаем свою электронную национальную библиотеку Чувашской Республики интересными ресурсами, поэтому наши студенты, школьники, они не только реально в читальных залах сидят, они сидят и виртуально, поэтому, наверное, пользователей становится больше. Сенатор Совета Федерации Николай Федоров отметил, что национальную библиотеку можно назвать одной из лучших в стране, так как именно она воспитала целую плеяду известных писателей, поэтов, сделавших нашу республику узнаваемой. Последние годы здесь активно делятся с читателями правовой информации. Работа Публичного центра правовой информации всегда следует самым острым темам дня. Поэтому нельзя сказать, что один год похож на другой. Да, есть какие-то традиционные форумы, мероприятия, группы, но в целом мы все время в движении, все время меняемся, пытаемся найти тот пульс острый, чтобы привлечь и новых читателей, и дать возможность высказаться, обсудить какие-то проблемы горячие. Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев онлайн поздравил коллег с праздником, отметив большой вклад в историю, в жизнь нескольких поколений читателей. Библиотека за 150 лет не просто проработала, прожила свою профессиональную жизнь. Библиотека пережила катаклизмы библиотечной работники в этих трудных условиях, в условиях революции, в условиях гражданской войны, в условиях голода, в условиях военных смогли выстоять, смогли сохранить библиотеку, сделать так, чтобы она была в каждом случае нужна, полезна людям. Праздничный марафон продолжится. 22-23 июня в столице пройдет межрегиональный культурный форум библиотек в пространстве межкультурных коммуникаций. В очном и дистанционном форматах в нем примут участие около двух сотен библиотечных специалистов из 43 регионов России и Казахстана. Наталья Мальчикова, Вахтер Венеев, Республика.